Виталий Мошин за рулем маркировщика разметочной машины уже 9 лет. Работа ответственная и непростая. Нужно следить не только за свои машины, но и за движением других автомобилей. Да и права на ошибку нет, ведь стоит допустить малейшую оплошность и на исправление уйдет драгоценное время. Стараемся для безопасности дорог, чтобы водители ездили, не нарушая правила дорожных движений. Они знали, куда ехать, направление движения. Потому что если не будет разметки, они теряются. Нанесение разметки – это заключительный этап ремонта дорожного полотна на улице Промышленности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Длина участка около 6 километров. От пересечения с улицы Гагарина до структурной бригада нанесла разделительную разметку двух видов – двойную сплошную и прерывистую. На этот год у нас планировалось 106 тысяч квадратных метров. На текущий момент мы порядка 67 тысяч уже нанесли. И практически до конца сезона весь объем будет нанесен в соответствии с требованиями разметки будет в городе. Материал, с которым работает бригада маркировщиков – термопластик с добавлением стекла. Сначала его разогревают до 90-200 градусов в маточном котле. Потом выливают в разметочную машину, где температура материала поддерживается. Одной заливки хватает на 120 квадратных метров. Далее оператор-маркировщик загружает программу с видами разметки – выбирает нужную. Перед тем, как начать движение, оператор прицеливается с помощью визира на предварительную разметку. Ее наносит заранее с помощью специального автомобиля. Маркировщики называют его «шмель». Со скоростью 4,5 километров в час машина движется, оставляет за собой ровные линии. Виды разметки будем наносить все. То есть ограничивать остановочные павильоны. То есть вот это вот желтый 1.17 называется. Пешеходные переходы, дуплирующие знаки «Дети». У нас уже все в процессе, все выполняется. Чтобы разметка была качественной, термопластик должен сохнуть минимум полчаса. Поэтому работы проводим ночное время, когда поток машин минимальный. Некоторые из водителей уже смогли оценить новую разметку и поделились своими впечатлениями. Вот раньше ездили без разметки. Аварий больше был. Потому что в темноте едешь. Куда едешь, если тем более свет плохой. А с разметочкой это прям очень удобно. Работы по нанесению разметки на улицы промышленности завершатся уже до конца недели. Затем пройдет проверка на соответствие ГОСТам. Сделают среди с разметки, замерят толщину и ровность полосы. Никита Колосов, Константин Головин. События. Редактор субтитров А.Семкин